Идем дальше. Вот этот Серафим, этот снимок, сделан был мной примерно в 2013 году. Примерно. Или в 2015, или в 2013. Он украден где-то не меньше полусотни сайтов, с сайтов интернет-магазинов и сайтов питомников. Именно этот снимок. Почему? Вот такой, это и есть классический Серафим. Классический. Нос к нему пророс потом. Вот то, что мы на днях снимали, там уже к нему пророс нос. Я рассказывал, как этот самый... Серафим мой превратился в Амур. Амур превратился в Серафима. Это всё чертовщина такая, которую... Так вот сказать, только с бутылкой можно разобраться. И то, если напротив, мы три академика. Но они никогда не приедут ко мне. Вот это вот и есть чистый Серафим. Теперь он увеличился в три раза. Вот. Вот это я взвешивал. Так. А вот здесь вот, я не знаю, вот ваши, когда вы получите ролики, увидите или не увидите. 2015 год, так? Если я сюда нажму, я окажусь в этом саду в шестилетней давности. Всё по-честному. Вот. А знаете, какие там были фразы? Ваш королевский и показывают вот так. Я говорю, не может такого быть. Нет в теннице мяч. Или может в бинг-понга. Нет в теннице мяч. Я каждый год не успевал, забывал. Вот это такая вещь творилась. Творится. Он тоже. Пусть я подъехал, там в фильме я показал, я там поднял вот такой вот. Ну, поздний плод вот такого размера я поднял. Но это не значит, что он стал каким-то неправильным. Он тоже представляет уникальнейшую ценность за счёт своего громадного размера. Подчёркиваю, небольшого нет, громадного. И вот теперь плоды и черенки. Вот. Естественно, что кроме меня знает одна Елена Александровна. Вот. Значит, заранее я заплатил за плоды. Вот. А черенки я ещё договорюсь. То есть, я монополист. Ну, Елена Александровна, как мой сотрудник. Мы монополисты. И у меня сейчас получается, что в этом году из-за маленького урожая академики нет, не крупные, а огромные. Ну, я вот не догадался фотографию делать. Нет, я показывал. Ну, вот такого же уровня и академика. Но это потому, что урожай так не вшеленький, но слабый. Раз. Вот. Я пишу. Десять украде руки. Да, заказывайте. А, что будет потом? Значит, если наука опять не откликнется, что будет? Сейчас скажу, что будет. Так, Фаина. Тоже я вчера угощал Елена Александровна. Двадцать штук в одни руки, не больше. Их чуть больше было. Крупноплодные железы. Двадцать штук, не больше. Чтобы хоть размазать немножко. А то я знаю вас. Кто-то скажет, мне пятьсот штук. Вот. И это самое. Со скидкой заплатить десять тысяч. А это десять тысяч – это что, деньги? Что? Говорят, в Москве средняя зарплата – сто тысяч в месяц. Это что, по-вашему, получается дорого? Вот. Десять тысяч. И вот, получается, и может, все у меня хапны все это. Поэтому ограничения. Я же хохол, торгаш. Итак, Фаина не более двадцати. Равноплодные железы не более двадцати. Академия как дефицит. Десять штук в одни руки. И, наконец, я его назвал как… А, ну, какие-то исключения для ветерана я буду делать. Я вас уважаю. Супер Абрикос. Так я его назвал. Клон Серафима. Десять штук в одни руки – сто рублей за штуку. Я подожду месячка, когда ко мне обязательно позвонят из-за Мичуринска или из-за Москвы. Ну, вот. Чего смеетесь? Хотите сказать, что там уже ни одного ученого не осталось? Ну, ладно, посмотрим. А через месяц я вот это же самое вернусь к этой теме. Вот. Но. А, кстати, вот она Фаина. Это мы фильм снимали с ней на пару. Ходили по саду. Он только вышел. Он там недалеко от Фаина. На моем сайте есть там раздел. Называется, как он там… Канал, да. Вот. И там вот эта Фаина. Причем, если бы на дереве бирка не висела, я бы его наизусть не знал. Я бы в жизни мне дал что-то Фаина. Меняется у меня деревья не в потомстве, в косточках, в черенках, а прямо сами с годами меняются. А вот это интерес в темах я недавно нашел. Как меня мучило. А я сейчас только был у Чернобаева, так? Вот. Ну, как сейчас? Шестьдесят, два, три назад. Вот. Мы снимали фильм. Я на саду ходил с камеры. Я с ним беседовал. Мы обошли сад. Мы увидели живьем. Причем я его заставлял говорить. А чьи это персики? Он говорил. А чьи это груша такая-то сладкая? А это еще? А это? А это? Железо, железо, железо. Почему? Потому что я не халявщик. Если с этого сада я беру косточку, это, я считаю, моя косточка. Поняли? Но тут особый случай. Примерно двадцать, тридцать, а может уже сорок. Украли этот подограк, присвоили. Мягко. Опять. Я часто встречал, меня мучило то, ну, где-то я ее видел. Оказалось, она у меня в архиве. Это моя личная подограка. А это тот самый дом. Вот тот самый дом, который через дорогу, который девятиэтажка. Вот. И я про этот случай рассказывал сегодня. Вспомнил. Вот. Я ему сказал, что не успела такая организация авторитетная, как ЮНЕСКО. Организация военных наций не успела прислать сюда, в Сибирь, тебе лично, комиссию, которая бы прибила табличку к этому абрикосу. Это академик, бывший академик. Вот. Прибила табличку к этому абрикосу и написала. Хозяину не подходить. В случае подходить, расстрел на месте. Вот так должно было быть. Взял, спилил. И прям сегодня в фильмах хихикает. Знаете, о чем я говорю? Для него вырастить, спилить, это, знаете, потому что у него все в руках горит. Вот. Ну, я, конечно, не ожидал, когда он спилил его. Вот. И я привожу этот пример только для того, чтобы сказать. Внимание, друзья! Эта фотография украдена. Я, наконец-то, ее нашел. И украдена так часто. А попробуйте не украсть, а? Такую красоту. Вот такие дела. Мой брат Юрий Железов, которого подумал, что это какой-то такой недалекий человек. Вот. И на самом деле талантливый электромеханик, электрик, талантливый механик, талантливый во всем. И еще оказался талантливый садовод. Вот его свежие фотографии. Начинают окрасить плоды персика. Первый урожай порядка 15 штук. Сеницы с косточки железа. И с косточки. А что там, да, мы писали. Вот, понимаете, я не могу понять, где на свете находится дикий персик. Иногда миндаль называют диким персиком. Это что, миндаль? Какого хрена? Я уже давно должен от вас отстать. Ну, почему вы молчите? Почему вы, после того, когда уже, вы же видели, была реакция, понимали, видели, девчата, из теми резинки. Ну, видели же. Вы просто замолчали. Ну, хоть наберитесь мышца, скажите, что там, это, куда-то нас занесло. Вот они, косточки. В 17-м году осенью посадили. Значит, 18-й год, 19-й, 20-й, до 4-й год заплодных сон. Вот. Свежая фотография. Ну, черенок, черешни. Переведно, пород с мясом. Вот, местные вишни. Тут, все-таки, учеба с учебой. Игорь Владимирович, дорогой брат. Переносить надо дальше. Вот я вижу, что, допустим, один прожился, другой нет. И это долго не проживет. Еще поколение, еще. Вот. И тогда только можем спокойно дождаться урожая. То есть, не жалея. Вот придет осень, да. Вот. А поросы, она чем интересна, вот именно поросы вишни. Она вся родня. Как развивалась, почему вишня стала деградировать в Европейской России. Да потому что стоило одно дерево, попасть в новую деревню. Не писать какой-то делитный? Нет. Просто в деревню. И от него пошли поросы. Откопали в соседний дом, откопали в соседний дом. И вот таким путем это называется чуть ли не, даже не арифметическая прогрессия, а скорее даже геометрическая прогрессия. Мгновенное размножение. Проходят считанные годы, и вся деревня в вишнях. Но есть одно качество в вишнях. Особое. Недостаток огромный. Они все родственники. Когда-то начинается деградация. Поэтому много крови нет. Я вам показывал 3-3-х литровые банки с косточками. Никому не нужные. Две из них выкинул. И вот получается, что? Сейчас получается. Это минус. Надо превратить плюс. Раз все эти поросы у вас родственников, пониже. Вот самая ценная часть, она ближе к основанию. Не жалейте. Останутся в почке черешни. Будут расти, ничего страшного. Получается низко, но ничего страшного. Пусть всегда будет кустом расти. А вот эта часть переносите. Берете с нее 2-3 черенка полноценных. И вот уже у вас сад черешневый. Готов? Тут помоложе вы кто? А то мы друг другу советы даем. После того, как нам 70 исполнилось. Давай советы друг другу, давай. И тогда следующее поколение закрепится. Еще одно закрепится. Листик может, у меня такие случаи были, немножко поменьше стать. Не существующая вот эти киногибридизация. По мнению этих девчонок, которые цитировали дядю какого-то, которого давно на свете нет. Вот так все. Получается, это невозможно. А здесь все получится. Потому что мой брат очень талантливый инженер. Я сегодня заступился за инженером. Потому что какой-то инженер. Жили более 3 брата, 2 умных, 1 футболист. Помните фразу? Вы это имели ввиду? Вот. Ну, вот его яблони. Неплохо, да. Многие же там считают, что там вообще ничего расти не может. Я вам потом покажу. Еще много-много этих писем. Местные авторитеты говорят, у нас абрикосов не будет. Местные говорят, не будет. Да ладно, когда человек еще с образованием, да еще это самое. Еще по профессии. Тогда вот говорит, ничего расти не будет. И нахрен тогда нужен? Зачем ты кончал институт? Академия? Вот так. О, дерево-сад. Еще нет. Слушай, я не знал за тобой эти способности. Когда-то успел. Черенки абрикосового железа. Три разной сорта на поросе Терновника. Вот здесь то же самое. Наша песня хороша. Начинаем сначала. Уникальные, отличные черенки. Если бы тебе... Да, интересно. В Костроме есть какой-то институт? Боже мой, это надо все туда переносить. Надо вырастить 100, 200, 500 саженцев Терновника. И вот это мгновенно, за 2-3 года вырастить сад из 100, 200, 500 уже привитых на Терновник абрикосов. И второе, третье поколение, а потом случится там же теплее. Вы знаете, вот эта тенденция, чем теплее, тем быстрее возвращает. Это один из моих постулатов. Тем быстрее возвращает вот эти качества. Культурность, сверхкультурность. Чем теплее. И переезд в Костромскую область, это еще один плюс. Вот. Только не потянем мы, не потянем.